МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безупречный нюх. Собаки помогли найти крупную партию наркотиков. Спустя 13 лет полиция Туркестанской области вышла на след убийцы. Оперативники задержали в Шемкенте 46-летнего мужчину, который в 2011 году напал на кассира обменного пункта в ЖТСА. Он убил его и забрал 5 тысяч долларов. Тогда преступнику удалось скрыться. Но он оставил вещественные доказательства. В то время по данному факту возбудили уголовное дело, провели разыскные мероприятия, а также возле рынка обнаружили его мотоцикл и изъяли вещественные доказательства. После 13 лет оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого. Он полностью признался содеянным. Вором в законе являетесь? Да. Криминального авторитета выдворили из Казахстана. 61-летний гражданин России приехал в Уральск в середине мая. Это стало известно сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью и Департаменту Комитета национальной безопасности. Они установили личность и местонахождение вора в законе и доставили его в отделение. После проведения необходимых проверочных мероприятий покинул территорию Казахстана в направлении России, где в дальнейшем задержан правоохранительными органами соседнего государства. По имеющимся данным, в отношении него судебными органами Российской Федерации рассматривается дело по статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иране». Сотрудник агентства по финансовому мониторингу больше года разглашал государственные секреты, сообщили в Генеральной прокуратуре. Межрайонный суд Шимкента приговорил его к пяти годам лишения свободы. Прокурор доказал, что он передавал секретные сведения третьим лицам. Тем самым ставил под угрозу безопасность страны. Без вести пропавшего иностранца установили полицейские Алматинской области. Пятидесятилетнего гражданина Узбекистана привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Полицейские передадут его коллегам из соседнего государства. Вместе с тем в Ильинском районе зафиксированы два случая нарушения миграционного законодательства. По этим фактам возбуждено уголовное дело. В текущем году за нарушение миграционного законодательства к ответственности привлечены более четырех тысяч человек. Возбуждено 12 уголовных дел, 196 иностранцев были выдворены из страны. Мешок марихуаны в сарае местного жителя нашла служебная собака. Купе и правопорядок в Кармакшинском районе Казалардинской области подключили кинологов. Хозяина дома взяли под стражу. Ведется следствие. Расследование идет и по отношению жителя Туркестанской области. Дома и в гараже у него нашли наркотики в спичечных коробках. Экспертиза показала, что это марихуана. Со слов подозреваемого, наркотики он хранил для собственного потребления. Легковой автомобиль столкнулся с тепловозом в Атырауской области. Авария произошла на железнодорожном переезде автодороги Атырау-Астрахань. По информации местных СМИ, пострадавших нет. За рулем легковушки был 34-летний гражданин. Он и допустил столкновение. Алматинцы устроили разборки посреди улицы. Толпа мужчин избила парня. Кто-то из них нанес ему ножевое ранение. По сети гуляют жуткие видео с окровавленным мужчиной на асфальте. Как следует из комментариев, очевидцев было много, но никто не вмешался и не вызвал полицию. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято. Следствие продолжается. Склад макулатуры загорелся в Кустанае. Пламя охватило 850 квадратных метров. На помощь спасателям прибыли сотрудники пожарного поезда. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводов. Пострадавших нет, сообщили в МЧС. Завершим выпуск спасения импернатых. Ворона застряла посреди столба освещения в Кукшетау. Это заметили волонтеры и позвали на помощь спасателей. Вызволять ворону из беды прибыли пожарные. С помощью автолестницы они помогли птице и обрадовали волонтеров. На этом у меня все. Берегите себя и не нарушайте закон. До свидания.